Продукты, медикаменты, одежды и книги общим весом порядка 12 тонн. Именно такой объем гуманитарной помощи отправили на Донбасс югорчане. Груз собирали с помощью телеграм-каналов известных российских добровольцев и военкоров. Очередная партия гум-помощи отправится к жителям народных республик. Не поездом, как обычно, а своим ходом. В нее, помимо обычного перечня, вошел и автомобиль. Гуманитарный рейс провожала и наша съемочная группа. «З» на дверцах, капоте и заднем стекле автомобиля не оставляет сомнений, куда он направляется. Пикап из Нижнего Артовска теперь будет закреплен за одной из частей народной милиции ДНР. А едет он не пустым. Салон и багажник до отказа забиты коробками и мешками. Есть груз от фонда «Помоги продержаться». Валентина Матвиенко передала пять здоровых коробок с одеждами. Продукты питания, личная гигиена, одежда. Есть девочки, они каждый месяц со своей зарплаты покупают порядка восьми коробок продуктов. Кроме того, югорчане отправляют учебники и книги в библиотеки Луганской и Донецкой народных республик. А для бойцов частей народной милиции напечатали пособие по оказанию первой медицинской помощи. Этот пикап уже седьмой автомобиль, который отправляется на Донбасс из Нижневартовска. Деньги на приобретение транспорта присылают подписчики телеграм-каналов. А ремонтом и подготовкой машин занимаются вартовчане. Первый был УАЗ-Профи. Он сейчас воюет на Луганском направлении. Потом был еще один УАЗ-Профи. Он сейчас занимается доставкой гуманитарной помощи с Ростова в Луганскую, Донецкую и освобожденные территории. Еще четыре грузовых Урала из Югры также колесят по дорогам Донбасса. Как на передовой, так и в тылу. Были получены два автомобиля Урал. Оба автомобиля проходят техническое обслуживание. Сейчас они оба перекрашены в боевую окраску. Один из них будет использован согласно своей модификации как тягач. Второй после переоборудования будет использован как тягач типа КЭПУ. Если предыдущий транспорт отправляли поездом и автовозом, то этот Михаил погонит своим ходом. Перед рейсом перебрали двигатель, поставили новые детали. А вместе с волонтером в зону боевых действий едет Александр Колесников, участник специальной военной операции. Во второй раз. Отец, получается, принял участие. Когда пришел, я ушел. Ну, я ушел не от военкомата, поехал от Ахмата через Чечню. Ты все-таки решил еще раз уже? Ну, да, сейчас еще раз поеду. Там надо помогать. И, ну, не я тогда кто... Пока красный пикап с белой «Зеткой» на кузове, в дороге, в Нижневартовске собирают новый груз. С такими же вещами, что отправляли раньше и с учетом пожеланий жителей Донбасса. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.